Здравствуйте! Сегодня 16 января, время Астаны 22.00. Это вечерний выпуск новостей КАПЛЮС. Меня зовут Асель Мжанова. Бесспорно, в центре внимания сегодня результаты внеочередных парламентских выборов. Сегодня в полдень ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов в парламент Казахстана. Ничего неожиданного. Согласно данным ЦИК, в Можилис проходят три партии. Правящий Нуратан, партия Акжол и Коммунистическая народная партия Казахстана. Но начнем мы все-таки выпуск с другой информации. Сейчас из Жана Узена поступает различная информация о 15 задержанных. Речь идет о нефтяниках. Сообщается, что их преследуют за интервью, которую они дали накануне Аль-Джазири. В группе Жана Узена, это в фейсбуке. Информацию об этом оставил общественник, известный театральный режиссер Булат Атабаев. Он не раз бывал в Магистаусской области за эти тяжелые 7 месяцев. Сейчас режиссеры попытаются меня с ним связать. Алло. Да, да, я слышу. Булат, добрый вечер. Вы в прямом эфире КАПЛЮС. Скажите, пожалуйста, вот вы оставили сообщение, да, тревожное достаточно из Жана Узена. В чем там дело? Кто эти 15 человек? За что их задержали? Это нефтяники, которые не были согласны с идеей представления нового рабочего места в Жан Узене. Они требовали вернуть их на прежние рабочие места. И вот из их числа человек 15 вчера арестовали. Они сейчас находятся в городском управлении внутренних дел города Жан Узене. Вчера еще трое звонили. Их тоже. С ними, наверное, еще больше стало задержанных. Что от них требуют? Они мне подали информацию. От них требуется, чтобы они указали двоих-троих начинщиков, организаторов беспорядка в Жан Узене. И указатели по ним где. И намекают, что, может быть, вы получили задание с рубежа. Может, кто-то организовал для вас. Вы выдадите эти фамилии, и мы вас отпустим, говорят. Такую же информацию говорили родственникам задержанных нефтяников. Но причина задержания, с чего она наградана, их забирали из дома. Когда они дома находились, обыск делают и забирают из домов. Их родственниками не говорили об этом. Если они выдадут имена организаторов беспорядка, то их могут отпустить. И вот они взяты теперь. То есть, получается, это всего лишь повод, да, интервью Аль-Джазири. Вы не в курсе, о чем это было интервью? Интервью, они говорили то, что было. Искренне говорили. И вот их задержали. Сегодня дали они еще интервью господин Суллика. Один из них. Я их фамилии не буду называть. Он тоже уже ищет КГБ. То есть, завтра, наверное, его тоже задержат. Их тоже, значит, получается, преследуют. Скажите, сегодня еще общественники выступили от имени Жан-Аузенцев. И якобы Жан-Аузенцы вроде бы просят, да, отменить режим ЧП. Это первое, как бы, такое. Если все Жан-Аузенцы просят, то это впервые происходит за это время. Вы слышали что-нибудь об этом? Да, да, я слышал. Завтра мы выходим в поддержку Жан-Аузенцев на площадь в Алматы. И завтра, наверное, будем распространять нашу поддержку и информацию еще раз об этих событиях. Сегодня же весь месяц, как случилось это пролетие. Да, сегодня ровно месяц. Булат, большое спасибо вам за то, что вы были с нами на связи. Мы будем держать с вами связь, чтобы быть в курсе, как там обстоят дела. Спасибо большое. Я продолжу. Да, сегодня к активисту 7-месячной забастовки тоже пришли. Это нефтянику Каражамбас Муная Адильбеку Сагндыкову. Пришли представители Мангастауской районной прокуратуры. Они оказывали давление на нефтяника за то, что тот сдал письмо с подписями мангастауцев Умрзаку Шукееву, председателю, созданной президентом комиссии по разрешению проблем рабочих Мангастауской области и расследованию событий в Жанаузене. Они требовали написать по этому поводу объяснительную. Вот сейчас мы послушаем самого Адильбека. Адильбек Сагндыков бастует больше 7 месяцев. За это был уволен. Он один из активных рабочих компаний Каражамбас Муная Газ, требующих справедливого разрешения трудового спора. После кровавых событий 16 декабря в Жанаузене он вместе с другими уволенными рабочими компанией Каражамбас Муная пошел на площадь Интымак требовать прекращения стрельбы по мирным жителям. Люди на площади написали тогда открытое письмо прибывшему в Актау нынешнему руководителю, президенту ФНБ Самрук Казнау Мрзаку Шукееву. Подписались более 3 тысяч человек. Главное требование к письме было прекращение избиений и пыток граждан в Жанаузене, а также дать народу открытую информацию о событиях в Жанаузене и объявить в Казахстане траур. Через несколько дней ответ получили. Забастовки, продлившиеся 7 месяцев, которая вылилась в кровавые события, виновата бывшее руководство Казмуной Газа. Об этом заявил новый глава компании РДКМГ Алик Айдарбаев. Он пообещал полностью разрешить последствия забастовки. По его словам, сейчас идут кадровые перестановки. Бывший руководитель Озенмуной Газ, нефтяники, компании, которые и бастовали в Жанаузене, уже уволен. На встрече с журналистами Айдарбаев сказал, что все уволенные будут заняты работой. Для этого создаются новые рабочие места. Если Управление технологического транспорта и обслуживание скважин в Актау трудоустроит каражамбасовцев, то в Управление буровых работ и обслуживание скважин в Жанаузене возьмут бастующих Озенмуной Газа. Заработные платы останутся на прежнем уровне. Все дополнительные выплаты выплачивались ранее и будут выплачиваться дальше, говорит Айдарбаев. От рабочих нужно только заявление. Но подать 1048 увольных АО «Зенмуной Газ» и 900 каражамбасов должны до конца января. Названных виновными в декабрьских событиях, привлекаемых к ответу, тоже будут трудоустраивать. Из тех людей, которые раньше были уволены, мы всех берем на работу. Имеет ли кто-то отношение к событиям 16 декабря, мы не знаем. Сейчас идет расследование. У некоторых есть подписка о невыезде. Но мы на это не смотрим. Всех берем. В связи с событиями в Женовой Зене, политики и бизнесмен Мухтар Аблязов обратился с довольно громким письмом к президенту Европейского парламента и европейским депутатам с просьбой заморозить счета и запретить въезд в Европу первым руководителям Казахстана, в числе которых президент Нурсултан Азарбаев, премьер-министр Карим Масимов, министр внутренних дел Кул Мухаммед Касымов, руководитель администрации президента Аслан Мусин. Создать независимую международную комиссию по расследованию расстрела демонстрации протеста, случившегося 16 декабря 2011 года, и последующие смерть, пытки и незаконные содержания под стражей лиц в Мангистауской области. Заморозить личные банковские счета и имущества Назарбаева и его родственников. Заморозить личные банковские счета и имущества Касымова, Масимова, Мусина и Кулебаева. Включить вышеуказанных лиц в список лиц, для которых в европейское сообщество въезд запрещен. Создать независимую международную комиссию по расследованию, а затем заморозить все незаконно полученные активы указанных лиц от имени народа Республики Казахстан. Сегодня исполнился ровно месяц трагическим событиям Жанаузения. Столичные общественники отметили скорбную дату минуты молчания и возложением цветов к месту, где раньше возвышался монумент жертвам сталинских репрессий. Символично, что именно сегодня к теме Жанаузения вернулся и глава государства Нурсултан Назарбаев. Но, как свидетельствуют столичные корреспонденты, совсем по другому поводу. Это, конечно, стабильная победа партии и власти на парламентских выборах. События в Жанаузении объединили народ. Эту мысль так или иначе глава государства по совместительству лидер правящей силы Нурсултан Назарбаев озвучил сегодня дважды. На форуме сторонников Нур-Отана и на сессии Ассамблеи народа Казахстана. На трагические события месячной давности, по словам президента, жанаузенцы ответили 70% поддержкой партии власти. События в Жанаузении как бы были неприятностью, но, может быть, кое-кто хотел бы на этом руки погреть, политику сделать, но народ, наоборот, объединился, встрепенулся и понял, как надо дорожить спокойствием, стабильностью в нашей стране и взаимоотношениями. Важно не количество, а качество. Депутат Бундестага Андрей Хунка лично наблюдал в минувшее воскресенье за ходом голосования в Жанаузении. А сегодня на пресс-конференции в Астане немецкий визитер заявил, что трудно назвать выборы в мятежном городе спокойными, тем более свободными. Большая явка, по его словам, могла быть обеспечена за счет полицейских, заполонивших город. С точки зрения свободы выборов, конечно, нельзя сказать, что это были свободные выборы, потому что у них не было из кого выбирать. И регистрация кандидатов, она фактически не была свободной и зависела от каких-то политических причин. Столичных общественников беспокоит не то, как проголосовали жанаузенцы, выборы, по их мнению, вряд ли изменили бы общую картину по стране, а то, почему до сих пор власть не нашла виновных в жуткой трагедии. Правозащитник Зауреш Баталова, побывавший в составе общественной комиссии в неспокойном регионе, крайне возмущена ходом расследования. Минута молчания будет только тогда, когда мы будем вспоминать тех, кто погиб в этой ужасной трагедии. Но дальше мы не будем молчать. Мы сегодня будем инициировать различные мероприятия и будем добиваться, чтобы права человека в Казахстане соблюдались. Сегодня в день, когда исполнился месяц с кровавым событием, активисты почтили память жертв жанаузенских беспорядков у столичного флагштока, на месте, где раньше находился памятник жертвам сталинских репрессий. Активисты Баталовы намерены в ближайшее время создать общественное движение, которое займется собственным расследованием причин беспорядков. Заявляют, что не дадут власти замолчать трагедию жанаузена, как это случилось с декабрьскими событиями 86-го. Рамиль Смаилов, Нурбулат Исаев, Астана, Казахстан. Зарубежные наблюдатели, следившие за голосованием жанаузени, тоже подвели итоги своей работы. По их мнению, явка была очень низкой. Наблюдатели от США были на 12 избирательных участках. Здесь голосование прошло в обычном режиме. По их словам, никаких нарушений на этих участках зафиксировано не было. Однако, по сравнению с активностью на прошлогодних президентских выборах, в апреле явка избирателей была очень низкой, говорит Маргарита Осенова. Иностранцы отмечают, что жители жанаузена запуганы и необходимо как можно скорее начинать программу по развитию города. Только в таком случае агрессию молодежи можно будет снизить, говорят наблюдатели. Также они отмечают довольно высокую политическую активность жителей жанаузена, которые 15 января голосовали за разные партии. Как в этих участках голосовали, за кого голосовали, тоже не одинаково. В некоторых, много голосов пошло на социально-демократическую партию и Ак-Жоу. Большинство голосов пошло на Нур-Утан. Я говорю только о той секции, где я наблюдала закрытие выборов. Значит, Нур-Утан, вторая партия была социально-демократическая, третья была Ак-Жоу. Итак, сегодня в полдень ЦИК обнародовал предварительные итоги выборов в парламент Казахстана. Простите, ничего неожиданного. Как я сказала выше, согласно данным ЦИК в Можилис проходят три партии. Правящий Нур-Утан, партия Ак-Жоу и коммунистическая народная партия Косарева. Окончательные результаты ЦИК должен объявить до 22 января. Похожие цифры озвучили накануне и социологи по результатам опросов граждан на выходе из избирательных участков. Булата Белкасимов сверил процентаж. Гонка за депутатскими мандатами подходит к концу. ЦИК озвучил предварительные данные, которые по опыту прошлых выборов частенько совпадают с итоговым подсчетом голосов. На финишной прямой тройка лидеров – Нур-Утан, Ак-Жоу и народные коммунисты. Они, по информации главного выборного органа, далеко оторвались от своих конкурентов. За народно-демократическую партию Нур-Утан проголосовало 80,74% избирателей. За демократическую партию Казахстана Ак-Жоу 7,46%. За коммунистическую народную партию Казахстана 7,2%. Итоги своей работы поспешили обнародовать и организации, проводившие в день выборов экзит-полы. Здесь картина та же. Фаворит – правящая партия. Следом идут Ак-Жоу и КНПК. Данные социологов практически совпадают с результатами Центра избиркова. Народная демократическая партия Нур-Утан – 81,3%. Демократическая партия Ак-Жоу – 7,2%. Коммунистическая народная партия Казахстана – 7,1%. Немного выпадают из общего хора результаты Института региональных исследований «Открытое общество». Они проводили экзит-полы лишь в Астане, опросив при этом более половины столичных избирателей. По их подсчетам, партия Ак-Жоу набрала лишь 6,12%, а народные коммунисты – 5,1%, тем самым не преодолев пороговые 7%. И таким образом тройка лидеров сформировалась. Другое дело, что пока по данным экзит-пола лидирует абсолютно Нур-Утан, потому что другие партии до уровня 7% не дошли. Огласив результаты, Андрей Чеботарев тут же поспешил заявить, данные экзит-пола – вещь условная и последнее слово за избирательной комиссией. Но, как отмечает политолог, согласно соцопросам, именно фавориты выборной гонки сегодня отражают общественно-политические настроения граждан. Булата Белкасимов, Ермек Амиров, Астана, Казахстан. Предварительные результаты, озвученные ЦИКом, мало чем отличаются от цифр двух экзит-полов, которые были предведены накануне ночью. В сравнительном выражении это выглядит следующим образом. Партия Нур-Утан, по данным ЦИК, набрала 80,74%, по данным Экзит-Пул Института социально-политических исследований – 85%. На втором месте партия АКЖОЛ, ЦИК – 77,46%, Экзит-Пул – 7,9%. Народные коммунисты, по данным Центра избиркома, набрали 7,2%. Экзит-Пул приводит цифру 7,3%. Оппозиционная ОСДП набрала, по предварительным данным, 1,59%, на выходе из участков данные – 1,5%. Дальше по списку аграрная партия АУЛ – 1,46%, Экзит-Пул при этом дает только 1%. У патриотов – 0,89%, Экзит-Пул – 0,9% и партия АДЛЕТ – 0,66% по данным ЦИК и 0,6% по сведениям Экзит-Пула. Сегодня в нескольких регионах страны праздновали победу Нур-Атан на досрочных парламентских выборах. В Астане и в Павлодаре не стали ждать оглашения окончательных итогов голосования и сразу перешли к чествованию победителей. Участниками торжественных мероприятий стали те, кто, в принципе, сделал эти результаты – рабочие, бюджетники, студенты и школьники. Смотрим. Форум «ЛГА Казахстан» в Астане собрал практически весь политический бомонд страны. Вместе с членами Нур-Атана и тщательно организованной группой поддержки размахивали флагами с символикой правящей партии и даже министры. То, что к празднованию победы Нур-Атан начал готовиться еще до выборов, никого не смутило. Поучаствовал в мероприятии и лидер правящей партии по совместительству Ель-Басы Нур-Султан Назарбаев. Поднявшись на сцену, он поздравил однопартийцев с победой. Я поздравляю вас всех от души с нашей убедительной победой на выборах Машлис и Маслихатой всех уровней. Это наша общая победа, это победа всего казахстанского народа. По похожему сценарию развивались события и в Павлодаре. Здесь тоже прошел форум победителей регионального масштаба. Как оказалось, готовиться к помпезному мероприятию начали еще тогда, когда в стране шла предвыборная агитация. В этом признались участники собрания. Когда вообще начали форум победителей, вы знали? Да, дня за три. Мы уже готовились. По традиции в спортивно-оздоровительном комплексе Павлодара местные власти собрали сотрудников промышленных предприятий, учителей и студентов. К участию в форуме привлекли даже школьников. По этому случаю учеников даже освободили от уроков, за что подростки согласились постоять с флажками в руках. Чтобы хоть как-то придать мероприятию демократичность, на праздник позвали представителей партии, которые по предварительным итогам тоже прошли в парламент. Правда и коммунисты, и акжоловцы практически потерялись в желто-синей массе. Представитель светлого пути и вовсе удивил. Вместо того, чтобы сказать спасибо соратникам и избирателям, члена кжола не переставала благодарить за победу почему-то лидера конкурирующей партии. Вместе с лидером нашей нации, Нурсултаном Абишевичем Азарбаевым, мы победим. Наше государство стабильное и процветающее. Сегодня мы празднуем нашу общую победу. Форум продлился всего час. По окончании мероприятия многотысячную массовку сразу же начали развозить по предприятиям и школам. Оскар Газизов, Рустам Сырымов. Из Астаны и Павлодара. Казахстан. О партии Нуратан мы знаем довольно много. Сейчас немножко расскажем о партии Акжол, которая задолго до досрочной кампании поручили спарринг-партнера Нуратану. В этой связке и вошел по предварительным данным ЦИК в парламент. Для организации с 9-летним стажем это второе возвращение в Мажелис. В 2002 году партия была создана представителями казахстанской элиты, потребовавших демократических перемен. Позже в результате раскола один из сопредседателей, Алихам Байменов, увел за собой основной костяк организации и сам бренд Акжола. Партия прошла через парламентскую кампанию 2004 года. В 2005 ее лидер участвовал в президентской гонке. В 2006 Байменов воспользовался единственным мандатом, который партия завоевала ранее на парламентских выборах и вошел в Мажелис. Следующий созыв Акжол, как и все партии, кроме Нуратана, пропустил. Как известно, парламент в то время монополизировала президентская партия. Летом 2011 Байменов вернулся на госслужбу, передав кресло лидера и бренда Акжола Азату Перуашеву. Тот когда-то возглавлял провластную гражданскую партию. Для аналитиков перемены с Акжолом стали сигналом какой-то новой политической игры, возможно, в преддверии распуска парламента. А когда объявили о досрочных выборах, эксперты утвердились в прогнозах. Активизация Акжола, который для многих остался в памяти оппозиционной силы, готовит на роль второй партии в парламент, чтобы создать иллюзию его многопартийного разнообразия. Третья партия – это КПК. КПК – это коммунистическая партия Владимира Костарева, самая молодая из всех участников гонки. Образовалась она в результате раскола внутри коммунистической партии. Которую возглавил Серг Булсон Абдилин в 2004-м. На парламентские выборы того периода организации шли раздельно. Это дало основание предполагать разлад среди коммунистов, был спровоцирован искусственно, дабы оттянуть часть электората от авторитетной оппозиционной компартии. В 2007-м году обе организации заявили о намерении объединиться, но слияние не состоялось. Народные коммунисты дважды выставляли кандидатов на парламентских гонках и дважды участвовали в президентских. Ярыми оппонентами власти Костаревцы не были. А когда их диалогический соратник Компартии Казахстана была с судом заблокирована накануне выборов в 2012-м за сотрудничество с оппозиционным Халык Майдане, народные коммунисты заявили, руководство КПК само виновата, не надо было так подставляться. В эти досрочные выборы партия Костарева отличилась оригинальностью агитационных акций. Хоть аналитики называли иногда КНПК потенциальным соседом Нуратана по парламенту, но этот шанс не оценивали высоко. Так, мы продолжим. Партия ОСДП не признает предварительные итоги голосования и планирует настаивать на их отмене. По мнению социал-демократов, все выявленные факты фальсификации требуют расследования и привлечения виновных к ответственности. 17 января оппозиция призывает, как мы помним, выйти на площадь в знак протеста против фальсификации. Материал Юлии Панкратовой. ОСДП планирует сменить политическую тактику. Обещает творить демократию на площадях, а также поменять отношения с властью и обществом. Такие планы озвучили сегодня социал-демократы на пресс-конференции. Как именно будут меняться политики, станет ясно после коллегиального совета в ближайшее время. 15 января начинается новый этап политической жизни Казахстана, в том числе новый этап взаимоотношений оппозиции с властью. Я думаю, что это должна быть очень большая внутрипартийная дискуссия, и мы должны четкую свою позицию относительно этой власти, которая полностью в конец потеряла доверие перед своим обществом, перед своим народом определить. Еще раз говорю, это не будет одноразовая акция. Демократия – это постоянный перманентный процесс. Настрой у оппозиционеров был решительным еще до голосования, но полтора процента, по версии ЦИК, их еще больше подстегнули. Партия выставила 15 января 5000 наблюдателей. По словам сопредседателя Булата Абилова, ОСДП преодолела 7-процентный барьер и, более того, заняла второе место после правящей партии. По его предположению, различные фальсификации повлияли на предварительные официальные итоги. То есть те же технологии, которые применялись в 20 лет в Казахстане, они продолжаются. Вчера нами другими партиями, другими организациями были зафиксированы карусели многочисленные. И факты, когда можно прийти, сказать пароль и голосовать на любом из участков Алматы, любому человеку за определенную плату. То есть таким образом они подводили Нур-Атану 80%, таким образом они делали явку избирателей по стране 75%. Экс-кандидат Мажелис от ОСДП Болташ Турсенбаев считает, кража голосов у избирателей в пользу правильных партий может спровоцировать в дальнейшем народные протесты. Пример привел недавние акции в Москве на Болотой площади и проспекте Сахарова. Там сразу несколько тысяч человек выразили свое недовольство итогами выборов, что сильно пошатнуло рейтинг правящей единой России. Будет казахстанская весна. Если весна не прозойдет, будет осень казахстанская, пусть это запомнят они раз навсегда. У безвинных людей воровать голоса, подменять волеизъявления никому не позволено. За это они ответят. Завтра свое отношение к итогам 15 января ОСДП озвучит на площади республики в Алматы. Между тем Акимат отвел для акции совсем другое место на окраине мегаполиса. Социал-демократы в курсе, что их выступление в центре города может быть расценено нарушением закона о митингах и собраниях. Но от задуманного не отказываются. Юлия Панкратова, Толгат Умербеков, Алматы, Казахстан. Выборы в Казахстане многие жители Алматы оценили по-разному. Это выяснилось во время небольшого опроса, проведенного репортерами сегодня на улицах города. Этот город в отчетах наблюдателей и ЦИК, кстати, отмечен местом одной из самых низких явок в день голосования по стране. Реакция алматинцев высказаться на тему, а готовы ли ли вы пойти на протест в ответ на фальсификацию итогов кампании, как это было, например, в соседней России, были местами диаметрально противоположными. Думаю, сквей, знаете, это было все мирно, а здесь это в Жан-Наузене, сколько убили все. Так что сидим, думаем, а выборы еще ждать и ждать. Если врать не будем, мы не заметили каких-то таких, как говорят, левых движений, чтобы под сомнение ставить. Поэтому даже не могу сказать, что они были проведены неправильно. В смысле? Я ничего не слышала, я даже не знаю, кто выиграл. Честно, еще не слышала. Я люблю свою страну, но идти голосовать я не хочу. Я проголосовала за президента, мне этого достаточно. Я не была, я не верю им, потому что я уже обращалась, они не помогли мне ни с квартиры, ни с работы. Я думаю, что это вообще не имеет никакого значения, зная, что наш голос ничего не решает, зачем вообще голосовать. Если бы меня что-то не устраивало, вышел бы. Ну можно как бы сказать, что провести расследование были нечестными, а так выйти на площадь и возмущаться, я думаю, не стоит. Если бы вышли все люди, мы тоже что-то вышли бы. В Жизгазгане, где наблюдатели от ОСДП активно фиксировали нарушения, также одержала победу партия Нуратан. По предварительным данным, президентская политорганизация набрала в этом городе более 81% голосов. В аутсайдерах по итогам голосования оказались ОСДП, Адлет и Аул. Местные социал-демократы уверены, что оглашенные результаты голосования были известны еще до окончания подсчета голосов. В Жизгазганской филиал ОСДП Инна Селецкая пришла, чтобы рассказать о нарушениях, свидетелем которых стало 15 января. На нынешних парламентских выборах она впервые попробовала себя в качестве независимого наблюдателя. Первый опыт оказался не самым удачным, признается женщина. Ей даже не сообщили о количестве бюллетеней на избирательном участке. Сейчас Селецкая уверена, в каждом пункте голосования имелся существенный запас для лжеизбирателей. В отличие от наблюдателя Селецкой, джизгазганскому активисту ОСДП участвовать в выборах приходилось не один раз. О том, что обычно происходит в день Х на избирательных участках, ей рассказывать не надо. Наиля Чуйкина не скрывает, несмотря на очевидные доказательства многочисленных нарушений, оппозиционерам едва ли удастся оспорить результаты голосования. Чуйкина уверена, места в партере были распределены заранее. В доказательства приводит пассивное поведение двух партий победителей. В городской избирательной комиссии уверены, выборы в джизгазгане завершились успешно. По итогам голосования в Медной столице победу, как и ожидалось, одержал президентский Нуратан. За него проголосовало более 81% джизгазганцев. Также в тройку лидеров вошли пророченные Акжол и КНПК. Они набрали по 9,6 и 7,6% голосов соответственно. Местный филиал ОСДП, несмотря на свою активность, не дотянул даже до 1%. Что касается нарушений, которые неоднократно фиксировали представители оппозиции, то в горы сберкоме не придают этому большого значения, так же, как и вчерашней карусели. Сигнал такой поступал, но с уверенностью мы сказать не можем, что это была карусель или не карусель. Но поверьте, что избирательные комиссии к этим махинациям отношения не имеют. О том, что в джизгазгане проявляли активность лишь две партии, Нуратан и ОСДП в горы сберкоме скрывать не стали. Однако факт остаётся фактом. Результаты по городу почти полностью копируют общереспубликанский итог. Оспаривать результаты голосования проигравшие социал-демократы будут. Оппозиционеры готовы даже выйти на митинг, хотя не сомневаются, что власти города сделают всё, чтобы акция протеста не состоялась. На поддержку горожан также рассчитывать не приходится, констатирует Наиля Чуйкина. В джизгазгане достаточно политически подкованных людей, но разговоры о демократии здесь редко выходят за пределы кухни. Тимур Ермашев, Виктор Гудь из Джизгазгана, Казахстан.